ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Please rise for the National Anthem of Brazil. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Thank you. And the National Anthem of Cuba. 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 Матч Бразилова-Куба. Естественно, бразильцы должны бы вроде бы числиться фаворитами. Но пока бы я не стал об этом говорить достаточно уверенно. Бразильцы не то чтобы здорово выглядели в интергрейдальном раунде. Да, там подыгрывался состав. Много было достаточно изменений каждый уикенд. Хотя костяк команды, безусловно, сохранялся. Но все-таки ротация определенная присутствовала. И было очень много трудных побед. В том числе вроде бы такими командами, как команда Канады. Тут не надо канадцев недооценивать. Ну и бразильцев переоценивать тоже не стоит. Они полномерно, как и все, готовятся к Олимпийским играм. Поэтому об их истинном состоянии мы узнаем только в Лондоне. Не как, наверное, и в состоянии большинства команд. Но то, что многие уже достаточно прилично выглядят. И вот на этом пути серьезно продвинулись вперед. Мы сможем убедиться здесь, на финале мировой лиги. В Софии. В Навеханком дворце спорта Армеец. Ну, арбитров матча нам представляют. Чех Милан Лобаста. Главное действующее лицо. Помогает ему коллега из Японии. Ну и давайте посмотрим, кого в стартовые составы отрядили наставники команд. Ну, я думаю, сборную Кубу мы уже знаем на зубок. И вряд ли Орландо Самуэль будет делать какие-то перемены. Но пока сборная Бразилии. Первый номер связующий Бруно. Пятый номер центральный Сидао. Шестой Песотто. Восьмой Песотто диагональный. Восьмой доигровщик Мурило. Восемнадцатый второй доигровщик Данте. И Серджио Либера командой. Всех я назвал Лукаш. Шестнадцатый номер. Лукаш Саат Камп. Вот состав сборной Бразилии. Ну, состав достаточно привычный. То есть, в общем-то, когда в порядке здоровые эти волейболисты, именно они последние годы выходят основными в бразильской команде. Ну, можно еще Жибу в этот ряд записать. Но Жиба чуть позже других сутки восстанавливался после своей травмы, после операции. Может быть, еще формы не набрал. Может быть, пока просто не торопится его форсировать подготовку к Бернардине. Ну, сборная Кубы. Уверенный состав, который мы знаем. Доигровщики Белл двенадцатый номер и Леон номер один. Сепеда девятый, восьмой номер в диагонали. Десятый Куинтана и Месса номер с шестнадцати до двадцать центральных. Диас восемнадцатый номер. Гутьера с Либера. Вот таким составом сборная Кубы навела сумму в отборочной группе. Не попала на Олимпиаду. И вот этот факт больше всего, по-моему, всех и изумлял. Матч Бразилия-Куба. Начинается финальный турнир Мировой Лиги. Все начинается, естественно, с нуля. Ноль очков у тех и у других. Простейшая схема по выходу в пилуфинал. Из трех команд отберутся лучшие две. Конечно же, надо выигрывать, надо набирать очки. При равенстве набранных очков будет количество побед. Здесь вряд ли будет разница, поскольку по два матча каждой команде предстоит сыграть. Поэтому соотношение сетов может серьезное значение иметь. Ну и то, с каким счетом команда матча выигрывает. Три-два, сами знаете. Два очка приносит. Три-один. Три-ноль-три. Так что здесь не до мелочей. Очень трудно втягиваться. Кстати, сборная Бразилии частенько, мы помним, в различных розыгрышах. Отличалась тем, что первый матч очень неудачно давался команде. И потом где-то по ходу она уже добавляла, набирала. Посмотрим, как оно будет сегодня. Вот на таком коротком участке провалить одну игру. Это будет большой неприятностью. Ну и видим мы, что, наверное, состав сборной Бразилии тоже прообраз олимпийского. Вряд ли, что-то кто-то добавится. Здесь, естественно, в Болгарии не 12 человек, а 14. И именно столько заявляется на турнир. Ну а на матч конкретно выбирается 12 волейболистов. Вот из их числа сегодня могут оперировать тренеры. А так полные заявки чуть более обширные. Ну, по сути, опять же, повторюсь, новых имен сборной Бразилии нет. Их в олимпийский сезон, наверное, по большому счету для команды столь титулованной и так хорошо комплектованной, и не надо искать, вводить. Здесь, я думаю, что Бернардини без того достаточно такой консервативный тренер. И спешить он никуда с этим, конечно же, не будет. 2-2. Привыкают команды к залу. Ни то, ни другой здесь пока сыграть не удалось. Бразильцы и кубинцы в другой группе играли. Ну, а другой полегче в этом плане немцам. Будет они в этом зале, в этом сезоне поиграли прилично. Ну, немцы дебютанты, поэтому они в особой ситуации находятся. Немножко нервное такое начало. Команды втягиваются в игру. Ну, вот так бразильцы первыми осваиваются. По крайней мере, центрального в атаке они заиграли. И Лукаш прекрасной атакой выводит свою команду очередной раз вперед. 3-2. Весота. Один из игроков, кто в этом году пополнит российскую суперлигу, выступать он будет за Уфимский Урал. И с ним, да и не только с ним, там серьезная и достаточно дорогостоящая комплектация у этой команды. Посмотрим, какой результат будет уральцев. Но это будет чуть позже. До этого и на Олимпиаде сыграет Весота. Это первый блок результативный. Он на счету кубинцев. А так бразильцы имели шанс оторваться немножко в счете в самом начале. Вообще, вот, исходя из предматчевых, что ли, каких-то соображений, мыслилось, что именно бразильский блок должен стать, ну, определяющим фактором. В плюс или в минус, я уже не знаю. Но в этом матче, потому что кубинцы первый темп задействует достаточно немного. Атаки с высоких передач с краев. И вот эти мощные, центральные, высоченные центральные бразильцев. А надо сказать, что у Лукаса 2,9 рост, у Седао 2,3. И очень подвижный, высокий блок. И вот этим блоком именно с краев сетки бразильцы или должны справиться, или не справиться сегодня с кубинской атакой. Это мы посмотрим. Но пока мы видим по-другому вопрос. Бразильцы несколько раз кубинский блок пройти не могут. И посмотрите, все-таки удается это сделать для Андре Висота. По линии сборной Кубы, наверное, самой сбалансированной сборной Кубы за последние годы. В том плане, что не только умеет красиво и эффектно нападать, команда умеет обороняться, умеет страховать. Обманный удар уже не является стопроцентным оружием против этой команды. И тут надо всегда что-то еще искать. Так что у бразильцев сегодня задач будет немало. Блестящий пайп в исполнении Леона задней линии. Но Леон, это задача, которую всем приходится решать. Причем не только в плане его нейтрализации. Еще надо справиться как-то с его подачей. Хороший универсал. Талант с каждым годом играет все сильнее и сильнее. Невольно задумывайся, где же край возможностей этого игрока. Ну а кубинцы действительно пока намного сильнее выглядят на блоке. Пожалуйста. Выходят они уже вперед. И это далеко не первая успешная игра вот в этом элементе у волейболистов с острой свободы. Ну и бразильцы пока в атаке тоже не очень уверены. Тут, честно говоря, не имел я возможности за всеми матчами в Бразилии следить на предварительном этапе. Несколько матчей посмотрел и бросилось в глаза, что не очень здорово и уверенно команда выглядит именно в тех самых атаках с краю. Сетки, где вроде бы большущие мастера собраны в составе олимпийских чемпионов. И Данте там играл, и Альвиш. Но Альвиш, наверное, Тиаго не такой уж большой мастер. Ну, по крайней мере, он был в этом ряду. И весок, то большие проблемы были при атаке с краю. Центральные забивали почти все. Но для центральных надо условия создать, прежде всего. Не всегда это позволяет прием. И мы видим, что вот на этом первом отрезке у бразильцев с приемом-то много было достаточно вопросов. И с планером они не уверенно справлялись. Так что сегодня еще в полную силу своих центральных заиграть они в атаке не сумеют. Локас мощно подает. Вот Исепедо блестяще просто разбирается с блоком бразильцев. Без какого-либо труда. Ну, вот, может быть, излишне критичны, да, мы были в нашей команде. Естественно, мы требуем многого, хотим многого. Надо победы, нам надо уверенность перед Олимпийскими играми. Да и не только нам в команде, наверное, в первую очередь. Ну, вот сегодня на фоне сборной Бразилии мы сможем посмотреть рубинцев. И понять, какую же они сегодня силу реально составляют. Команда, которая, не знаю, то ли чудом промокнулась с пикой формы, то ли немцы еще мощнее. Это нам еще предстоит узнать. Но так или иначе немцы не пустили сборную Кубы на Олимпиаду. Правда, последний отборочный турнир тот проходил в Берлине, в Германии. И, естественно, немцы на своей площадке сделали все, чтобы шансы какие-то свои дополнительные получить. Не знаю, там, как все это развивалось в подробностях. Ну, судя по гениальным цифрам, которые выйдут в диагональный немцев, бразильцы, кубинцы, просто прошли, на свою очередь, не справились с лидером соперника. Вот как Леон их доставляет неприятности другим, вот нашелся и на них. Такой специалист. Так что на Олимпиаду кубинцы второй раз, к слову, подряд не попали. И теперь на мировой лиге, наверное, вдвойне угрозу представляют. Слушайте, остальные все равно играют на результат, но большей части, конечно, ценность здесь игровой практики возрастает. Кубинцы в максимальном состоянии и задеты их самолюбом. К тому же, так достаточно уверенно поговаривают, в том числе и не скрывают это и в стане самой кубинской команды так намеками, но достаточно явными, что в этом составе сборной Кубы мы, наверное, уже не увидим. Со следующего года разъедутся лидеры и этой сборной. И так, сколько времени Орландо Самуэлю понадобится, чтобы снова такую бригаду сколотить? И будет ли это он делать? Это все такой достаточно серьезный вопрос. Ну, а так что пользуйтесь случаем полюбоваться вот за игрой этой команды. Действительно, это зрелище весьма-весьма прикательное. Белл Пайп пока работает у тех и у других, не успевают блокирующих. Все играется до пола, достаточно неожиданно. Но бразильцам надо быть к этому готовыми. Потому что, повторюсь, не так много центральными играет кубинцы. Ну, вот места даже чуть побольше. А Куинтана вообще редко атакует. Хотя Диа сможет и в нужный момент и их зарядить как следует. Бывает и по несколько атак подряд. Но в целом, конечно же, использует мощь своих высоких краев. Не высоких, а атакующих с высокого прыжка краев. Так, наверное, будет точнее сказать. Ну, а это Сепеда. Закрывает Висотто. Висотто ли атаковал в четвертой зоне? И, видите, легкое недоумение на глазах у Мурила. Пока все складывается совсем не так, каким вы хотите. При этом, обратите внимание, что кубинцы, по большому счету, до этого момента без собственных ошибок обходились. Вот сейчас при исполнении планера вроде не то место, где надо бы ошибаться. Но Меса очко сопернику отдает. Вот 10-7. Леон, блок-аут. Очень уверенная атака. Вот, знаете, по атаке было видно, что он нечто подобное и задумывал, честно говоря. Сепеда. Ответ Седао. Вот я то, на чем говорил, что бразильцы будут искать шанс заиграть центральный. Для этого им нужен хороший прием. Вообще, Сепеда очень здорово подавал, особенно в матчах против сборной России. И, в общем-то, не назовешь его подачу простой для приема. Но в данном случае ничего затейливого он не придумал. Молодоводка была достаточно уверена. И первый темп Седао, который сам, в свою очередь, мощной подачей обладает. Учерес, Сепеда. Зацепились бразильцы. Лукасу пытались в руку мяч вложить. И на этом решили, что дело сделано в этом эпизоде. Вот Бернарди. Бернарди им об этом расскажет, я думаю. Подробности в ближайшие минуты перерыв. Как надо до конца бороться. Бразильцы знают и умеют это делать. Но вот здесь, посмотрите. Висотта превратился в наблюдателя. Может быть, там действительно отход был не самый прогнозируемый, но и не самый скоростной. При этом мы это видели прекрасно. Леон на подаче. Пушечная подача. Но это мы видели уже неоднократно в матче кубинской команды. В том числе и против наших. Вот есть подачи, где просто надо признать, что принять их почти невозможно. Да, понимаете, что теоретически любой мяч не только принимается, но и доводится. Но это как из прощи просто, стреляет ли он. Не знаю, есть ли он в Софийском зале измеритель силы подачи. Если есть, покажут ли нам его. Но думаю, что нет. Хотя часто на финалах мировой лиги монтируется подобное устройство. Я думаю, что это был бы впечатляющий достаточно показатель. По крайней мере, очень-очень мощно умеет ли он это делать. Тайм-аут берет Бернардини. Это, в общем-то, логика понятна. Во-первых, счет растет не в ту пользу, в которую он планировал. Ну, а во-вторых, подача кубинцев очень-очень хороша. Мурилу уж на что специалист. Вот вот едва-едва руки подставили. Вот еще не кстати. Бруно закрутился. Ну, а Леон после тайм-аута не подает. То есть, опытный наставник бразильца своего добился. Леона пока еще захлестывает где-то, наверное, азарт. И Лесотто будет вводить мяч в составе олимпийских чемпионов. Что там в антенну попался тогда? Да, в антенну. Так, выскочил-то хорошо. Вылетел вроде здорово, но показалось, что близко, может быть, к сетке. Хотя тут речь идет о кубинцах, с их прыгучестью, может быть, с... Такие, знаете, привычные каноны, они немножко сдвигаются. Но в данном случае Сепеда попал в антенну. И обсуждать тут по большому счету нечего. Мы не можем до седка. Не можем, по какому-то по-анному до седки. И вновь Сепеда. На сей раз по рукам попадает он неудачно для своей команды. Но у бразильцев явно есть проблемы пока в атаках с диагонали. Кубинцы страхуют хорошо. И что сейчас Белл придумает? А придумал такой аккуратненький удар накатом. И даже интересно посмотреть, где же там шестой игрок. Вот он в кадр не попал, а мяч попал туда, вроде в зону, где он должен отвечать. И это Сержио, ни много ни мало. Посмотрите, как глубоко окопался. И, возможно, слишком поздно этот мяч увидел. Такую траекторию Белл придумал. Вообще на Сержио не похоже, что такие мячи перед ним падают. 14-10. Пока еще не проснулись по-настоящему бразильцы. Куинтаны подачи. Большие проблемы в приеме у кубинцев вызывает. У бразильцев вызывает, прошу прощения. Нет все время доводки. И вот сейчас Висота, ну, так, с зряной долей удачи этот мяч атаковал. Старался его не проиграть, но получилось за счет касания рук весьма и весьма успешно. 14-11. Пятнадцать. Пятнадцать-одиннадцать. Пока немножко не так, наверное, заметены Данте. Тоже он в разные периоды подготовки то появлялся в составе, то исчезал. Вообще в какие-то уикенды не попадал. И трудно даже следить, судить, насколько оптимально сейчас выглядит один из сильнейших доигровщиков мирового волейбола. А вот уж явно кто один из сильнейших доигровщиков на сегодняшний день. Это, конечно, Кубини с Леон. Очередная такая залихватская атака. Едва видите, он там не по грудь показывается над сеткой даже с этого ракурса. Хотя атаковал он из-за трехметровой линии противоположной стороны. Так что можете судить, какой прыжок у парня. С ним у него все в полном порядке. Есть соответствующие цифры. Он не всегда не может быть самый такие говорящий. Но у Леона высота атаки, высота блока примерно одинаковая. Причем на уровне там 350 где-то. Съем и блок у него. Можете себе представить. Парень, рост 2-1. Такое ощущение, что может быть еще и растет. На самом деле ему 19 лет только в июле сейчас исполнится. Так что вполне и вполне еще может и выше волейболиста казаться. 16-11. Опытные бразильцы, вы знаете, в некотором недоумении находятся. Бернардини, когда надо, умеет стряхнуть, завести. Но тут не то, что он сам растерялся. Нет, он, по-моему, где-то осознает, что пока, пока надо просто подождать. Подождать до лучших времен даже в этом матче. У кубинцев получается все. Вот не может команда такой уровень держать. Что-то подобное может быть сейчас в размышлениях бразильского наставника. Посмотрим. Мы-то знаем, что кубинцы способны выдерживать и целый матч такого волейбола. Смотрите, спокойно подбирается. И сейчас высокая атака Сепеда не попадает на счастье бразильской команды. А, в общем-то, такие мячи кубинцы тоже выиграют. Леона показывает, может, это он с первой зоны атаковал. Есть такие расстановки сборной кубы. Вот тот ракурс, которого мы в этот момент видели, честно говоря, не успел и рассмотреть номер волейболиста. Так уж по месту атаки ориентировался. Ну и повтор мы тоже не увидим, чтобы разобраться до конца. Белл. Великолепная атака в линии. Вообще удивительно просто в прекрасной форме смотрится этот игрок, который в иные годы не находился в месте в стартовом составе сборной кубы. Всегда был кто-то поталантливее, кто-то помоложе, но всегда Белл в заявке находился. Так или иначе, если надо, прикрывался брешь. И вот сейчас 30-летний такой дядьки в этой команде совсем не лишний. И серьезные функции выполняет. Еще один шанс у кубинцев. Первый темп. Месса очень уверена. 18-12 сборной кубы продолжает трепать. Трепать сборную Бразилии. Перевес более чем серьезный. И пока, честно говоря, непонятно чем. Да, бразильцы могут ответить. Тайм-аут это естественно. А какие варианты? Где-то кадровые перемены. Но надо смотреть, кто еще лучше готов. Потому что, повторюсь, мы видим, ну, едва ли не боевой вариант состава сборной Бразилии. С возможным где-то вкраплением Жибы. Вместо Данте, вместо Мурила. Ну, скорее вместо Данте даже. Потому что Мурила это прием. И прием высочайшего уровня сборной Бразилии. Да и игрок-то очень надежный. Хотя можем только опять же рассуждать и думать. Вот он Жиба там на заднем плане. И пока только подбадривается у партнеров по команде. Бразилиицы в любые передряги попадали, как вы понимаете. Поэтому пока спокойный. В конце концов, одна партия. Это еще не матч. Да и за эту партию еще побороться можно. Белл. И тут же. Вот как только возможность центр заиграть. Чуть Белл отжал подачи после таймаута. Тут же центрального бразильца заигрывает. До них это шанс. Во-первых, центр сетки нападать умелому игроку чуть попроще. Там и процент повыше. Ну и действительно центральные бразильцы хороши в этом плане. Но пока что вот та вещь, о которой я говорил, ее мы по сути не наблюдаем. Бразильский блок, который должен работать на высоких мячах. Кто там ошибся сейчас? Мурило попал в антенну. Хотя у него есть мнение, что кто-то задел сетку раньше, чем мяч антенны коснулся. Но арбитр это мнение не разделяет. Давайте смотреть. Да, конечно, мяч попал в антенну. Может быть потом антенна этой коснулся волейболист сборной Кубы. За счет того, что она вот прогнулась в сторону кубинской площадки. Да, это, пожалуй, что и было. Но это было потом. Фиксируется первая ошибка. Эстрада на подаче. Хорошая атака. И опять же первый темп. Обратим внимание. Справились с приемом. И тут же включают центральную, в данном случае, Седау. 19-14. Мурило будет подавать. И вновь первый темп. Фон Куинтана. Тот, кто атакует редко, зато достаточно метко. Сейчас та же идеальная ситуация для приема, который использует центральный, юный, совсем центральный кубинцев. И спокойно. Такой перевес. 20-14. Куда больше. Для того, что спокойно чувствуется в концовке. Ну вот видим, да. Центр. Только центральный, центральный, центральный. Стоило кубинцев. Чуть ослабить подачу. Будет захотеть надежности в этой концовке. Может быть, чуть меньше риска. И тут же получают атаки первым темпом. Такие, что и головы поднять не дают. Но сейчас для кубинца задача свой съем держать. Сепеда. Пушечный удар. Там завис из большущей высоты. Ну вот, наверное, один из показателей готовности кубинцев. Вот этот эпизод. Это атака с высокого мяча Сепеды на групповом блоке. 21-15. Ну и, кстати, обратите внимание на момент, что команды минимум теряют на подачах в этой партии. У кубинцев вообще всего 5 ошибок. Всего, наверное, я погорячился. А у бразильцев вообще 2 ошибки всего. Вот если верить онлайн-протоколу. Вот это всего, пожалуй, точное. Хотя вот такой неприем тоже в ошибки можно записать. Леонта сделал все здорово. Но мячи такие принимать надо. Безусловно. И растет разрыв. 22-15. Вот это да. Кто бы мог такого развития событий ожидать в этом матче. И вновь Леон накатывает укороченный мяч. Вновь паника в рядах олимпийских чемпионов. Тут, наверное, Куинтана погорячился. Можно было этот мяч на сторону своих пропустить. Там бы спокойно быструю комбинацию раскрутили. Но и так все. Так, как хотелось бы кубинцам. Вновь Сепеда с высокого мяча надежней все заколачивает. 23-15. Ошибка. Вот Леон перешел на такой замысловатый подачи укороченный. Последняя вообще чем-то на планер была похожа. То он от силовой укорачивал. Здесь пришел планер исполнить. Ну и в итоге ошибся. 23-16. Замена. Это Уоллос. Второй диагональной сборной Бразилии. Во многих матчах этого сезона и первый. Куда-то вот подевался Тео, который так запоминался нам в прошлом сезоне. Ну а Сепеда никуда не девается. И показывает, зачем нужен диагональный. На площадке он, конечно, полностью и Висотте переиграл. Не скажу, что пока там переигрывает Уоллос. Сейчас двойная замена, естественно, у бразильцев. Но то, что Сепеда один из самых ярких персонажей в этой партии, я думаю, вы со мной согласитесь. Ошибкой кубинцев заканчивается этот эпизод. Вроде бы не самая такая сложная ситуация, но все-таки не сумел как следует. Перебросить мяч, там выиграть, наверное, было, может быть, и сложно. А перебросить надо было бы, конечно. Ошибки кубинец. Они могут себе позволить себе при этом счете. Ошибка и эта. Мессу на сей раз поймали блоком. Причем у Бразилии это, ну, получается, второй результативный блок в этом сете. Ну, и, может быть, с перспективы уже на следующую партию такой приятный момент. Сейчас понятно, что спасти сет будет невероятно трудно. 24-18, даже после этих двух ошибок кубинцев подряд. В итоге ошибается. Нет, Дантоне, может быть, и летел его мяч в аут. И, может быть, это была бы ошибка. Но зацепил его ли он там на задней линии. И вот теперь уже Орландо Самуэлю приходится брать тайм-аут. Напомнить по подопечным, что соперник сам такой опытный и не отдаст преимущества. Его надо вырывать. Ну, сейчас надо просто успокоиться. В конце концов, от таких ошибок не допускать, как было в последнем случае. Кто-то должен был Леону и подсказать, что мяч летит в аут. Ситуация достаточно обычная для волейбола. Хороший зал в Софии построили. Вот, имеем возможность в этом убедиться. Так что, я думаю, немало тут соревнований состоится. Самых крупных. Мяч действительно за. Но было коса. Вряд ли так на мяче следует акцентировать нашим коллегам. Дуэлл смягчает и этот мяч бразильцы. Ну, вот они заиграли в тот момент, когда вроде уже все ясно было в этой партии. Ошибка все-таки. Закончилась все ошибкой бразильцев. Не связывая это с какой-то легкой погонью, которой они развивали, с заменами. Вряд ли тут имеет какая-то связь, потому что ошибались нам кубинцы. Но так или иначе первая партия завершилась. И завершилась уверенной победой сборной Кубы 25-19. И, конечно, я не знаю, что это было. Продолжение следует... 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 Свою, что ли, недостигаемость, которая в иные годы чувствовалась, когда это была команда на пике своего рассвета. Ну, достаточно сказать, что они были вторыми в группе, в которой выступали. Пропустили вперед сборную Польши. К тому же поляки их три раза по ходу интерконтального раунда обыграли. Ну, а вы сделали все сами. И первый темп за сбой у бразильцев. Вроде бы такое надежное все. Это у них было в первой партии. И вот, пожалуйста, две ошибки подряд и на сей раз после этой неудачной атаки Лукаса 8-4 технический перерыв. Восемь-четыре. И в предыдущем сете, ведь такую картину мы наблюдали, то есть уже вот к первой третьей сета бразильцы серьезные такие аргументы выкладывают сопернику, которому по большому счету нечем крыть. Ну, там есть еще куча джокеров в колоде. Вопрос, насколько они действующие. Да, и Жиба, и мы видели Родригао разминался, и тот же Рикардо. Имена, от которых дух захватывает. Ну, вот сегодня пока молодые кубинцы без каких-либо проблем разбираются со своим соперником. Ну, посмотрим, когда это все завершится. И завершится ли в принципе. И вновь через центр сетки. Понимают, что вот эти предыдущие моменты не более чем досадные неприятности. Понимают, что вот этот план надо выдерживать бразильцы, если они хотят все-таки выигрывать. Лукас с его высотой Сиома, все-таки Рос 2-9, способен даже вот с этим блоком бороться достаточно эффективно. Данте. Ну, вот и Волос вступил в игру, и вряд ли ему от этого сильно радостно, как и радостно Бернардини. Потому что атака вроде бы на одном блоке, и вроде бы этот блок так уверенно все в Волосу возвращает. Все, что там силу вложил в этот удар. Ну, длинный эпизод. Не знаю, успеем ли мы повтор до конца посмотреть. По-моему, там разрешение на подачу последовало. Слишком далеко открутили. Нам концовочка была бы интересней. Ну, а это Данте исполняет пайп. Ну, придется, придется сейчас с Бруно искать какие-то варианты, не самые рядовые, чтобы запутать игру сборной Кубы. Как можно, пока кубинцы проблем сегодня не испытывают. Лукас. Не пошла подача у одного из таких наиболее агрессивных подающих сборной Бразилии. Ну, не пошла в данном эпизоде. Сейчас, когда надо отыгрываться, вот такие вещи всегда особо болезненно воспринимаются. И причем хочется побыстрее отыграться, побыстрее изменить ситуацию на площадке. Расставить все, ну, как думают бразильцы, на свои места. И сейчас едва вновь центр не зацепили. Точнее, даже Месо сумел это сделать. Седао так смягчил, но там, наверное, мяч поменял направление. Тут даже, наверное, Диас не свой мяч схватил. Вот так точнее будем сказать. На задней линии, наверное, он игрался. Абруно. Леона мы, кстати, не так много видим сегодня в атаке. Пока обходится, по большому счету, без перегрузки своего основного бомбардира. Кубинцы. Это всего четвертый его очко в атаке. Причем то, что Белл выиграл пять, Сепед уже выиграл пять к данной минуте. Так что Леон еще пока, как, знаете, такой туз в рукаве держится. Надо будет его загрузить больше. И будет очень сложно бразильцам с ним бороться. Даже их вроде бы грамотным блоком, который, впрочем, сегодня пока себя, по большому счету, на фоне Кубинского выглядит, чувствует и выглядит очень-очень уныло. Мурил неудачно подбросил себе и ему в плюс, что сумел сдержаться и не рисковать мяч, который наверняка проиграл. Ну а в минус то, что в простой ситуации не смог все-таки мяч на сторону соперника доставить. Двенадцать восемь. Сепеда. И вновь. Есть прием, тут же задействуют в центральную. Даже несмотря на то, что прием очень сложный. И Седао благодарит партнеров, которые дают отличаться. Ну вот, любопытно. И как вы думаете, кто сейчас больше всех очков в атаке выиграл у бразильцев в данном случае? Вот как раз Седао, который сейчас подает. У него семь очков в атаке выигранных. При том, что у следующего из бразильцев, у ближайшего к нему Лукаса, как раз второго центра, три очка в атаке. Вот такая ситуация. С краев суммарно бразильцы забили шесть очков всего. Меньше, чем один Седао. Тем не менее, за счет ошибки кубинцев они немножко подтянули в счете. 12-10. И сейчас Седао, естественно, самый результативный в своей команде, попытается подачу усложнить. Не получилось у него это сделать. И вот тут-то уже Леон пригодился. Пока разрыв скользкий. Пока не играет Диас уверенно с центральными своими. И тут лидер очень-очень кстати. Но если он еще и подаст свою фирменную подачу силовую, то у кубинцев все будет очень здорово. Вновь смотрим. Да, ну тут, по-моему, никакого движения даже самого маленького не сделал Данте. Вот как стоял он в низкой стойке, так мяч не увонзился. Обработать он его не успел. Сумасшедшая подача. Да, ну что ты сделаешь. 14-10. Это как стихийное бедствие. Чуть получше сейчас сыграли Бразильцы. Еще один шанс. Нет, это, конечно, на стороне соперников. Ну там, в общем-то, можно и задержку фиксировать. Тут Бруно просто до этого мяча не добрался. По сути, два очка, Леон выигрывает своей подачей. В прошлом случае он упростил подачу после тайм-аута. А Бернардини опять для него берет большому счету перерыв. Посмотрим, как оно будет сейчас. Наверное, не нужно ли он у этого делать. Надо продолжать рисковать. Он как раз право на ошибки имеет. Смотрите, как уверенно. Тринер Бразильцев так убрал микрофон, чтобы, ну, может быть, мешает, раздражает. Хоть и желтого цвета был микрофон, вроде бы уж цветовая гамма точно не должна мешать. Ну, то ли хочется хранить все в тайне, то ли, что вряд ли, конечно, все невозможно, то ли действительно на взводе сейчас наставник бразильской команды. Это почти наверняка. Чувствует он себя очень и очень неуверенно, как и его подопечный. Это тоже передается. Леон готовится вести няч в игру. И еще одно очко. Похоже, нет. Пока еще повременим. Но Леон-то сделал все, чтобы скубинцы еще одно очко приплюсовали до технического тайм-аута. Но это не произошло, потому что неудачную передачу выполнил Диас, а Белл не сумел ничем помочь своей команде. Поплал мяч в аут 15-11. Ну, вот таким образом только бразильцам удалось с подачи Леона сняться. В данном случае мы посмотрим, чем удивить Уолус. Повезло, вы знаете, тут полное было ощущение, что мяч летит в сетку и даже чуть ниже троса он в нее попал. Но как-то так замысловато закрутился. Сейчас любая радость бразильцам в плюс. И вот это очко, конечно, может быть, позволит и вернуться в игру в какой-то степени. 15-12. Но вот этот раз на эту рассетку продавить ничем не удалось. 16-12. Второй технический тайм-аут. Кубинцы по-прежнему впереди на те же четыре очка. Кубинцы по-прежнему впереди на те же четыре очка. По-прежнему пытается Бернардинио так сообща со своими опытнейшими матерыми бойцами найти слабину в построениях соперника, который действительно играет просто великолепный волейбол сегодня. Опять же скажу, что полная такая у нас пища для сравнения будет, когда, наверное, все мы команду этой финальной шестерки увидим хотя бы по одному разу. Пока можем только ориентироваться на какие-то результаты. И вот как в случае с бразильцами не самой первой свежести, все-таки две недели эта команда не играла, два уикенда пропускала. То есть даже больше двух недель там чуть-чуть получается. Но тем не менее, то, что мы видим, пока в пользу сборной Кубы свидетельствует не только счетом на табло. Ох, Лобаста-то как суров и серьезен. Ошибку при первом приеме не часто сейчас увидишь, чтобы судили. Причем я такой, знаете, вопиющей задержки у Серджио не заметил. Но не спорят, бразильцы, значит, понимают. Да, вот на повторе, наверное, более лучше видно. Действительно, на такой высоте очень неудобно он принимал, и задержка была. 17-12. Просто очень редко вообще этот элемент судят, дают обычно поиграть рыболистам. При первом касании в защите чуть поменьше строгости у арбитров, но и в приеме тоже. 17-13. Данте. Бразильцы требуют, чтобы здесь ошибку свистнули, потому что Гутьеррис действительно не самую грамотную передачу исполнял. И не самую по качеству, что ли, эффектную. Но бразильцы очередной первый темп нам демонстрируют любой шанс заиграть центром сетки, выиграть. Чтобы не связываться с этим высоким групповым кубинским блоком, используют подопечные Бернардини. 17-14. Ошибаются Данте. Вот в какой-то момент, вы знаете, бразильцы стали больше ошибаться. И вот к данному моменту уже 15 очков кубинцев выиграли за счет ошибок соперников, а у бразильцев 9 таких очков. Причем 7 было после первой партии. То есть во втором, кстати, своих ошибок кубинцев мы почти не видим. В том числе и к подаче они стали более, так сказать, внимательно относиться. А бразильцы, да, еще одну ошибку совершают. Арбитр на линии там вроде бы и в поле указывал. Но Милан Лобаста все видел. Мяч возле его линии боковой был. И он уверен был, что мяч попал за Мурила, ошибся. 19-14. Еще одна ошибка своя. И вновь первый темп. За головой как глубоко ушел Лукас. И опять же выиграть не удалось. Снова центру. Да, снова центру. Кубинцы пластавятся в защите. ЦП, да, нет. Тут с места он атаковал. А в данном случае все его преимущества в прыгучести становятся бесполезными. Отбились бразильцы. Но как же трудно им это выигранное очко удалось. А это, по-моему, даже съем был. То есть могли кубинцы еще один брейк выиграть. 19-15. Месса и его цепанули. Сейчас тоже удается бразильцам очень важное очко. Выиграет Луолос едва ли, знаете ли, не первое очко его в атаке. Да, так оно и есть. Вот спустя только больше, чем полпартии, первое очко в атаке зарабатывает игрок, вышедший на замену в диагональ. То есть по большому счету вышедший изменить игру. Сэппедо. Ну вот, когда бразильцы, кубинцы, как ни странно, упрощают игру, у них все проще и получается. Не прошел первый темп, повыше в 4, и там Сэппедо разбирается, имея возможность разряжаться, оттолкнуться, разбирается с блоком, так играючи с видом. 20-16. Белл, вот уж, наверное, от кого сейчас эйсы не ожидали, бразильцы. А он-то как грамотно к боковой линии прижал, и вновь мурил, ошибается. Не так часто увидишь, чтобы так много заставляли ошибаться вот этого мастера большого. И вновь совещание. Посмотрите, теперь даже в штабе бразильской команды. Что делать и как с этим бороться? Видите, не подходит даже к фалиболистам. Такой тоже своеобразный педагогический прием существует. Вот Седал сам пришел посмотреть тренеру в глаза, что там в них. Какие свежие идеи сейчас могут предложить. Да, если бразильцы все не проиграют. Завтра мать со сборной Польши, которым они трижды из четырех поединков уступили в интерпентальном раунде. Ну что, кто пойдет спасать Бразилию вместо Мурилло? Выходит Тиагу Алвиш, по-моему. Да, одиннадцатый номер Тиагу Алвиш. То есть жибу пока все-таки в бой Бернардини не бросает. Ну и сразу Тиагу подача следует. Он справляется и Алвиш с диагонали забивает. Так же уверенно, как это делает Сепеда. Посмотрим, произведет ли это впечатление на кубинцев. Все будет зависеть, наверное, от ближайшего их ответа. 21-17. Ну, потихонечку болгарские болельщики собираются. Сегодня Болгария, Германия. Второй матч в программе игрового дня. Матч такой, знаете, если хотите, больших реваншинских настроений болгарских болельщиков. Дважды здесь немцы в Софии в этом году сборную Болгарии обыгрывают. Это было и на ампийском отборе, и это было и вот в последний игровой уикенд. Он тоже был здесь в Софии в этом же зале арменицы. Эстрада. Что-то совсем уж такой суетливый исполнил. Такое ощущение, что даже до плеча, собственно, мяч не подбросил. Ошибся. Так, отработал свой эпизод по-быстрому. И пошел отдыхать. 22-18. Хорошая подача, но хороший прием. Сэпэда вновь на високом мяче успевает Сержо. И будет первый темп у бразильцев. Незамедлительно. Как только появляется малейшая возможность, бразильцы запускают центрального. Благо Седау сегодня просто блестяще в атаке выглядит. С ним кубинцы никак справиться не могут. Ну и тайм-аут. Тайм-аут, который достаточно объяснен в данной ситуации. Орландо Блэк. Ланг Сануэля. Два перерыва было. Некуда их тут особо накапливать. Надо сейчас постараться съем обеспечить. Но опять же повторюсь, не так много мы в атаке Леона сегодня видим. Хоть он и делит лавры самым результативным в своей команде вместе с Сэпэдой и Беллом, но мы помним, что немало очков при этом он в подаче заработал. Тем временем замена у кубинцев на заднюю линию Лейва выходит третий номер, второй Либера. Вместо Белла такая достаточно стабильная замена. Усиливается прием этим самым. Так что, наверное, сейчас делать до атаки Леона это должно дойти. Пайп не подключишь. Леон или он не смог обыграть блок. Доволен Седау. Это, по-моему, первое его блокирование в этом матче. Да, так и есть. Только в атаке до этого мачки набирал. Но и очень ворюм. Даже не Седау, даже, наверное, Олес этот мяч сыграл. Но вот начинает потихоньку с заменой Бернардинио работать. 22-20. Не ошибается. Тиагу Альвис. Самый неподходящий момент, когда соперник, главное, не знал, что делать. Тут в том, чтобы выигрывать, не выигрывать, рисковать. Кубинцы два раза не смогли выиграть. И тут помогать им ни в коем случае нельзя было. Сапе, да. И вновь через центрального, вновь через Седау. Ну, просто как автомат он работает на передней линии. Девятое его очко уже в этом матче. 23-21. Девятое в атаке. А вот на подаче его решили заменить Ардеригао. Бернардинио вместо силовой хочет планер сейчас. И планер, как ему видится, должен быть сложный. Вновь Леону забить не удалось. И какая же ошибка чудовищная у Данте. Тут, может быть, что-то с передачей не то у Бруно. Но я, честно говоря, не увидел ничего, чтобы не позволяло игроку высокого класса забивать этот мяч. Чуть узко, да. Может быть, чуть низко. Но вполне достаточно, чтобы аккуратно даже за счет кистевого удара выиграть. Но мы видим. Мог, мог вполне этот блок обыгрывать Данте. Ударит сопернику. Три сетбола. Вот эта атака. Вместо того, чтобы, ну, до минимума сократить разрыв счета. Еще на подаче Леон. Все неприятности возможны в одном букете. А первой неприятности удалось. То есть, бразильцам избавиться. Леон подачу не выполнил. 24-22. Зато у Олеса подача чудо как хороша. И шанс у бразильцев. Используют они его великолепно. Олес разыгрался. 24-23. И, кстати, во многом вот за счет игры вот этого диагонального, которому пол партии понадобилось на то, чтобы войти в игру. И вот теперь, пожалуйста, совсем другое дело. Приходится с Орланда Самуэля свой второй тайм-аут использовать. Деваться тут уже некуда. Вот так паузу немножко дать своим подопечным. В принципе, все еще в руках по-прежнему у кубинцев. Подача у Олеса летит хороша. Тут, конечно, и Леону нельзя было подачу терять, чтобы не дать поднять головы бразильца. Но что сделано, то сделано. Ждем, каковой получится подача у бразильцев вот сейчас после тайм-аута. Отправляется кубинцы и вновь не смогли обыграть блок. На сей раз Хенри Белл и сравнивает счет Волос. Практически, ну, не скажу в одиночку, да, сколько там Седао поработал над тем, чтобы не дать кубинцев в концовке идти вперед, мы видели. Ну, а то, что диагональный бразильцев сейчас творит, выглядит очень-очень впечатляюще. 24-24. И тайм-аутов больше нет. Ошибается Волос. Но вытащи бразильца эту партию. И, как знать, может быть, кубинцы и надломятся. Все-таки команда молодая. А тут, не дожав такого монстра, дать ему расправить крылья, это, сами понимаете, может повлиять на команду. Но шанс победить, естественно, есть. И Бументано в своей подаче немало проблем сегодня бразильцам доставлял. И вновь центральному, но на сей раз не проходит. У Лукаса все-таки процент в атаке чуть меньше. Бразильцы забирают и второй сет в этом матче. 26-24 и 2-0. Бразильцы забирают и второй сет в этом матче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 стало для кубинца безусловно в л.м. посмотрите могли как-то чудом бразильцы от мяч достать такое ощущение что первое было что два касания было у сетки но я думаю что нет поскольку никто из кубинцев не спорит а когда двумя руками бруно перебрасывал мяч он личный раз продемонстрировал что он прекрасно видит площадку потому что кубинцы все как-то в одной стороне собрались и там полплощадки на задней линии оказались пустыми 7 5 вот такой поворот еще одна так и бразильцев и вот они впервые к техническому тайм-ауту имеют такой весомый задел 85 в общем то все это выглядит пока достаточно справедливо обоснованно сборной бразилии старается дорожить каждым буквально эпизодом и главное начинает разбираться в атаках кубинца все больше и больше мячей мы видим смягченный бразильским блоком это пока явно достаточно оказывается для того чтобы контратаку организовать я ладу сам сейчас придется поискать какие-то резервы потому что затягивать матч наверное кубинцы не с руки да они в общем то с физической готовностью никаких проблем не испытывают но не будем забывать что у сборной бразилии более серьезный резерв и этим резервом я имею ввиду глубину скаменьки конечно же резервом уверенно может пользоваться жили 20 ошибок бразильцы на подачу уже к этому моменту совершили честно говоря у меня эту цифру очень сомнение вызывают всего 20 ошибок вот как если верить онлайн статистики просто почему-то вот в линейке подач эти ошибки вставляются немножко с толку взбиваются лукас хорошую серию подач выдал вновь бразильцы без борьбы мяч отдают правда удается вроде бы зацепить седау но отскок крайне неудачный 9 4 вот как ситуация развивается но тут наверно проверка на стойкость кубинцев как они как они будучи догоняющими себя будут чувствовать сейчас сапада блок аут пока этот игрок смотрится наиболее уверенность в атаке у кубинцев важно очко набирается стоит сдвинуться с расстановки с которой так много потеряны ну а там там резервы есть еще сборные клубы в том числе и сумасшедшая подача на сегодня летит у многих волейболистов помним эйс и белла но он собственно не дает о них забыть еще одно идеальное исполнение причем очень похоже на то что мы в концовке предыдущей партии видели в боковой линии прижал практически идеальный вновь данте не разобрался в этой ситуации вроде бы по крайней мере касаться меча то он успевал но решил почему-то пропустить 9-7 но вторая подача было не получилось я думаю кубинцы вряд ли этим сильно расстроены немножко они разрыв подсократили сейчас им съем подержать какое-то время и там бразильцам будет не так уже все просто все-таки надо иметь преимуществ когда проигрываешь 0 2 остальных партий желательно вести более уверенно помогает кубинцы невольно ошибка в приеме 11 7 тайм аут сновь орландо со мной он берет если первый первых ему так подвернулся очень удачно когда преимущество соперников трех очков достигла тот уже 5 4 очка чуть увеличилась она и надо надо какие-то коррективы внести даже не возьмусь сказать когда сборной клубы последний раз бразильца был наверняка такое было конечно но не в последнее время помним и что эти команды на всякий так случай играли в финале последнего чемпионата мира два года назад пусть видоизменилась значительно с тех пор сборной бразильи и клубы но все-таки многие из игроков были на площадке и тогда месса когда мы последний первый темп от кубинцев видели результативные очень очень давно забросил абсолютно диас игру в центре сетки вот прихватили того же мессу бразильцы разок и как-то не было оттуда угрозы а с краев все труднее и труднее кубинцев выигрывать все-таки бразильский блок он должен был где-то себя немножко проявлять начать пусть с очковых и действий немного таких но смягчение более чем достаточно это абсолютно нелепая ошибка волоса из четвертой зоны 11 9 витя не попал толком по мячу там блок-то один был вот что вдвойне обидно в этой ситуации даже такие мечи бруны первому темпу поддает и вновь раз за разом раз за разом другого плана просто даже не пытается обозначить бруна на этот матч есть шанс отдать центральному он забьет он решит и мы видим седала действительно сегодня безупречен 11 очко его в атаке 12 всего он сам результативный в матче по-прежнему леон не знал толком что делать с этим тройным блоком решил не проиграть получилось что выиграл очко его команда за счет того что бразильцы помешали друг другу на блоке коснулись сетки 12 10 ошибки нелепые могут здорово сейчас повлиять на игру чемпионов мира олимпийских игр сэппеда тут первого темпа не будет стало быть появляется тут же шанс у кубинцев с краю опять не забили бразильцы ли он попал ли попал принимает поздравления стало быть решение в пользу команды уже принято смотрим мы еще да ну там с запасом он забил такой силы за таки что не успеваешь за мячом следить честно 12 11 а вот тут первому темпу можно было отдать и бруно это делает надо конечно кубинцев приходить уже помогать своим центральным по крайней мере пока бруно по-другому играть не начнет пока по принципу добра добра не ищет все забивает человек надо ему отдавать пусть забивает дальше ну сейчас седал с передней линии ушел с лукасом все-таки пониже процент этого взаимодействия куда седал нет сутки вал попадает 13 12 ну так это спокойно без суеты кубинцы выбрали практически все преимущество соперника если ли он сейчас свою фирменную подачу подаст то и вовсе счет может сравняться пожалуйста как по заказу в каждой партии в каждой партии одно-два очка этот доигровщик молодой сборной кубы с подачи выигрывает пять очков у него пять кейсов сейчас если верить онлайн протоколу ну сколько было мячей которые просто не для приема были хотя по факту может быть эйсами не являлись тринадцать тринадцать тайм-аут приходится брать наставнику сборной бразилии вроде бы все он сделал правильно вроде бы его команда перестроилась а по факту мы видим никак зацепиться то и не удается тринадцать тринадцать этот счет ну если хотите в пользу сборной кубы в данной ситуации то что давление на бразильцев многократно возрастает да там опытные ничем не удивить этих игроков но возможность проиграть в первом же матче со счетом 3-0 она конечно сама по себе давит можно недополучить игровой практике если не выйти из группы два матча всего сыграть вместо тех четырех которые каждая команда может здесь провести и вновь отжимает подачу ли он после таймаута так что бернардиньо свое дело делает вынужден правда при этом тратить он перерывы но белл по рукам очень аккуратно точно и главное с таким отскоком что и делать там на задней линии нечего атакует 13 14 уже теперь проигрывают бразильцы при том что ли он остается на подаче и вот сейчас то уже рискнет обязательно правда мы видели у него сегодня укороченные которые результативные оказывались посмотрим да каких тут укороченных речь но кое-как выбили бразильцы мяч вверх тут уже вручает Тиаго Альвиш на групповом блоке не так часто мы увидим как четвертой зоны сегодня бразильцы очки набирают 14-14 важный момент сдвинуться с этой подачи и не растерять все что возможно волос то есть не говоря увидели мы хорошие силовые в концовке предыдущего сета сейчас что-то долго-долго стучал последний момент то ли на плане решил переключиться в итоге мы видели что ничего внятного не изобразил там может быть Нардине что-то подсказал вот она хорошая подача не будет атаки у бразильцев шанс у кубинцев с высокого мяча с Эпэда Леон не проходит у него атаки Пайп уже давно не может реализовать лидер бразильцев и по-прежнему он самый результативный в своей команде но повторюсь в основном за счет подач сегодня ну а сборная Бразилии сравнивает счет тем временем получили возможность кубинца плюс два технического перерыва иметь но возможности это не реализовали и кто будет впереди сейчас мы узнаем хорошая подача у Альваша получается нет этот обман удар не пройдет Белл проходит опять с касанием блока но проходит до пола на сей раз так умеет Белл круто из четвертого по четвертому закладывать так затянувшись эти атаки тут наверное впрямую до пола бы не прошел все-таки на блок успевали но получилось удачно 16-15 сборной кубы впереди да можно только представить какую бы силу эта команда представляла если бы не покидали ее регулярно ведущие игроки вот даже вот даже одного Симона из последних потерь великолепный центральный капитан команды сюда добавь и это уже просто что бы с этой командой можно было делать но с другой стороны тот вариант который мы видим здесь он может быть чем то и более сбалансирован потому что тот же молодой Куинтана он очень подвижен в защите здорово играет но по страховке здоровое действие все-таки Симон был потяжелее так что где есть минусы там можно и плюсы всегда найти какие-то Диас 16-15 сборная кубы впереди ошибается тайм-ауты не на пользу кубинским подающим идут сегодня по крайней мере вот в последний отрезок 16-16 Лукас вот на его подаче самое серьезное продвижение у бразильцев в этой партии было на сей раз не будет более того кубинцы вновь лидерство этой партии себе возвращают 17-16 до Бразилии неприятный очень момент потому что не так много сегодня влияющих на результат матча аргументов они предъявили не будет первого темпа блок кубинцев тут как тут и Зиас тоже центрально заиграет успевает Бруно подстраховать но мяч летит по-моему за на всякий случай решил Гутеррес не рисковать ну и прав ну и прав да вот кто сделал идеальную и там Мух Диас любой вариант разрабатывает решил заиграть Месу в центре сетки того не ждали вроде бы пришел помогать Данте но руки там до сетки добрых полметра у него были в отдалении Мес этим умело воспользоваться 2 очка преимущество кубинцев в третьем сете в третьем сете при счете 2-0 и сейчас уже отступать сборной Бразилии некуда посмотрим что там Бернардини может придумать сейчас замену он сделал в принципе который конечно игру команды усилили но может быть сделали чуть более сбалансированной получилась угрозы с диагонали какая-никакая висота ее обеспечить не мог ну и что-то из четвертой зоны там мало лишь пару раз забил этого явно недостаточно чтобы вот остановить игру сборной кубы которая от своей игры не отходит ни на йоту правда вновь после таймаута ошибка на подаче на сей раз Хенри Белл 18-17 по прежнему команда впереди по сути победы со счетом 3-0 это уже путевка в полуфинал остаются какие-то математические расклады маловероятные абсолютно если куба выигрывает 3-0 она в полуфинале пускай не де-факт не де-юре но особо прекрасно понимаем в турнире из трех команд если победа 3-0 это почти гарантия то есть невероятная закрутка где все должны друг друга по 3-0 обыгрывать да еще мячей вот не так плохо кстати у кубинцев с мячами сегодня эстрада пока его выходы на подачу ничего не усиливали и сейчас не затруднил да еще его коллега Пампло Диаз по голове получил в итоге в общем-то подача эстрады так хорошо смотрелось в Калининграде когда он выходил на подачу вот сейчас в этом матче он своей команде по сути пока не помог а помочь если сможет то для этого кубинцы должны эту партию проиграть в последующем сайте эстрада получит еще одну возможность побывать на площадке ЦП да просачивается где-то сквозь блок но играется этот мяч в защите и в сетку влезает уолос какая неприятность и опять же что его заставило такую ошибку завершить совершить наверное переход средней линии сетки то мы не видели здесь на повторе стало быть волос просто не удержался на своей половине площадки двадцать восемнадцать Сопеда хороша эта подача ну а блока ваут на сей раз Тиаго Алвиш вновь приносит очко своей команде как-то пытается завести партнеров игрок который постоянного места в составе сборной Бразилии не имеет поэтому ему и заявить о себе лишний раз не помешает цель сейчас другая хоть как-то зацепиться за эту игру вырвать один сет хотя бы там дальше глядишь кубинцы не смогут демонстрировать тот волейбол который получался Родригао у сетки мы видим кого он заменил нам не показали ну а Лейва вышел на заднюю линию вместо вместо Белла но Родригао судя по всему поменял Лукаса сейчас на передней линии потому что Седао мы видим подает вот стал быть второй центральный Родригао Леон вот на сей раз получилось у него все как-то тяжеловато у него манера такая знаете с линцой может быть она в заблуждении может ввести кого-то но вряд ли бразильцы здесь какие-то иллюзии испытывали хорошо затянулся и по опускающемуся же где-то блок уверенно обыграл соперников Леон и сейчас главное как справиться с его подачей на сей раз потише была подача не столь мощный тут же пожалуйста видим и Родригао в атаке незамедлительно включая этого Бруно сколько же сегодня он с первым темпом сыграл фантастика просто по-прежнему другой центральный Седао самый результативный игрок в своей команде ну Кубинцев уже Леон вышел вперед в 15 очках Саппеда как-то в этой партии не забивает есть возможность опровергнуть и он это делает а правда по мнению Бернардини был заступ при атаке задней линии вот надо смотреть честно говоря внимание на это не обратил мы с этой планы не увидим так что-то отдаленно похожее да было но это должен арбитр на линии смотреть внимательно арбитр на вышке безусловно потому что линейный трехметровый не отличает 22-20 важное очко счет мог сравняться тут опять же надо бы сварить с другой точки этот повтор не всегда коллеги сегодня с Болгарией то что нужно нам предоставляют а вот эта ошибка сборной Бразилии может дорого ей стать может стать победа в матче стоить волос отправляет мяч в аут опять же не в самой сложной ситуации последние два мяча он проиграл совершенно не вынужден для своей команды переход средней линии это атака в аут и 3 23-20 три мяча преимущество кубинцев которые едва не стало больше но мяч от рук Белла все-таки летит в аут едва едва не сработал блок кубинской команды 10-6 такое преимущество по блоку у кубинцев вот к данному моменту это результативные действия берут что сейчас судя по всему двойная замена у сборной Бразилии Рикардо вышел к сетке вместо диагонального такое ощущение что что-то там напутал Бернардини с заменами сейчас или все-таки не к сетке нет наверное не к сетке и Висотто вот он у сетки находится немножко ракурс меня взвел в заблуждение двойная замена у сборной Бразилии Рикардо и Висотто все силы брошены в бой Алвес ну делает эти замены малополезными скажем так бесполезными не буду спешить потому что все-таки три шанса у бразильцев остается спасти этот матч 24-21 сборная куба имеет три мячбола Диас первый шанс бразильцы не упускают Рикардо сумел заиграть Данте Данте который по большому счету отмолчался это всего лишь седьмое его очко в этом матче за три полных сета маловато для игрока такого уровня при этом всего пятый очко в атаке ну что Родригао со своим планером усложнит ли он жизнь кубинцам они научились принимать эту подачу Меса ставит точку в этом матче сборная кубы начинает финал мировой риги с сенсационной более чем уверенной победой над командой Бразилии со счетом 3-0 25-19-26-24-25-22 вот такая уверенная победа кубинцев которые ну может быть знали мы что будет трудно сегодня но никто наверное не мог предположить что до такой степени все это будет выглядеть ну посмотрим что будет дальше а пока на этом заканчиваем нашу трансляцию с вами был комментатор Владимир Стиско всего доброго субтитры субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok